Если мы говорим о том, что мы передаем государственную собственность, то здесь должно быть от министерства обращение за подписью хотя бы за министра. За подписью министра письмо о том, что они поддерживают передачу. Нет, нет. Не то, что они поддерживают. Что мы играем со словами? Просим у вас взялте питание еще до передачи в державную власть такого-то объекта. Все. Хорошо, если заключается только в том, что было обращение в министерство. Есть это обращение? Нету его. Есть согласие? Ну, согласие понятно. То есть мы просим, чтобы вы у нас приняли. Мы этого никак не понимаем. Нет, нет. Не нужно будет принять. Вы понимаете? Я понимаю, что если надо, то это письмо. У нас в гостном виде было... Я думаю, что оно должно быть у вас в руках, чтобы мы могли дальше вести. В гостном виде было высказано уже с министра, с администра и на совещании в городе, когда... Знаете, сейчас так быстро слова забираются обратно. Ну, давайте будем вам. Ну, мы же понимаем, о чем это. Мы будем рассматривать. У нас же было предложение, да? Что мы предлагаем вам... Мы не возражаем. Да. Но есть предложение. Давайте сделаем меню. Так сейчас... Мы вам, в державную власть, отдаем что-то, а вы с державной властью дадите нам что-то. У нас есть, это самое, санаторий, профилактория, есть трудовые резервы, бассейны. Ну, трудовые резервы, стадионы... Стоит вопрос о передаче города, это сейчас оформляется. Нет, нет, нет. Стадионы трудовые резервы, это разные вещи. А профилактория, он относится к заводу 61-го коммунара, который находится в состоянии... У нас министерство. Профилактория, который находится на балансе Укроборонпрома, завод в состоянии банкротства официально, никакая передача в состоянии банкротства, передачи не может быть. И этот завод находится уже 15 лет, или сколько, в состоянии банкротства. То же самое по нашим корпусам, которые нам до сих пор уже 20 лет не передадут, потому что завод находится в состоянии банкротства. Я поддерживаю эту передачу. Поэтому вопрос стоит о том, что эта поликлиника будет создана для того, чтобы, во-первых, обучать студентов, во-вторых, решать медицинские вопросы для жителей города Николаева. Когда там будут работать высококвалифицированные кандидаты, профессора, доценты и так далее, которые могут обеспечить самые сложные и диагностические, и лечебные вещи, и это центры по подготовке. У нас уже второй год принимаются люди на обучение по специальности медицины, лечебное дело. Уже второй курс есть, и учебный процесс проходит нормально. Тем более, это сейчас рассматривается в создании областной программы. Уже есть решение, и премьер-министр знакомился с нашими, вот приезжал сюда Гройсман, знакомился с нашими разработками, и областной совет, и губернатор поддерживает. Поэтому вопрос в том, чтобы все-таки это здание стало государственным собственным, без какой-либо перепрофилирования, потому что оно строилось под больницу. Больницей оно и будет, клиникой будет. Работать она будет в городе Николаеве, обслуживать жителей города Николаева. Ну, может быть, кто-то будет и из области, и из других районов. Но это исключительно будет городская больница, в которой будут и лечиться, и диагностироваться, и учиться жители города Николаева. То есть мы получили госсаказ 100 человек на подготовку. Сегодня уже на второй курс нашего медучилища перешло более 40 человек для продолжения обучения по программе магистра. То есть со своей стороны мы сделали все для того, чтобы поднять уровень обслуживания жителей Николаева. Я не могу сказать, что и все мы здесь присутствующие, что дай, Боже, всем здоровья. Но, может быть, эта клиника кому-то будет очень полезна, если что-то случится. Потому что не успеют доехать ни в Германию, ни в Израиль, ни в Соединенные Штаты. А если клиника с высоким уровнем знаний и уровнем медицинских технологий будет находиться в нашем городе, то, естественно, она будет работать на жителей города.